Информационный час Прима продолжается, и мы встречаем гостей в студии, как обычно у нас это бывает. Итак, 14 тысяч человек в Красноярске стоят на службе в Центре труда и занятости в ожидании своего места. Ну, работу, в общем, люди ищут, и чаще всего соискатели заявляют, работы в Красноярске нет сейчас. То есть они говорят чаще всего, если вы где-то работаете, держитесь за это место и никуда не уходите, потому что ничего не найдете. Ну, грубо говоря, вот так. Есть ли работа в Красноярске? Как найти место своей мечты? Ну, или хотя бы приличное место с нормальной зарплатой? Об этом мы хотели поговорить сегодня и пригласили в эту студию, ну, как говорят, все стороны конфликта. Итак, представлю наших гостей. Давид Мусаткин, безработный. Знаю, вы ищете работу сколько уже? Месяц. Месяц. Ну, в принципе, не так много, но, с другой стороны, вы, как человек, который учился, я посмотрела, вот у вас три года. Да. Как бы могли бы уж и найти, наверное, сразу. Работодатель, кажется, такого должен горяченького брать. Представитель, ну, можно сказать, стороны работодателей, Моника Дюсуше, директор парка развлечений. Вы набираете людей каждую весну, насколько я понимаю. Да. То есть есть, конечно, костяк постоянных сотрудников. Это 17 человек. Плюс ежегодно идет набор персонала, в том числе тесно работаем с центром занятости. То есть вы вот все это хорошо и прекрасненько знаете. Ну и, конечно же, эксперт. Наталья Сагитова, руководитель рекрутинговой, всегда с этим словом, мучаюсь, компании. Ну, кадровик. Вы не любите, наверное, такого слова, да? Разные профессиональные области. Хорошо. Рекрутинговые компании. Вы нам, наверное, и расскажете, есть ли работа или нет все-таки вот как бы экспертным. Мне интересно слышать запрос. Это такая, знаете, вечная. Вот есть война поколений, а есть война работника и работодателя. Одни говорят о том, что нет работы, вторые постоянно жалуются, что нет кандидатов. И интересно наблюдать за этим процессом как третья сторона, как рекрутинговое агентство, в которое работодатель приходит и говорит, «Помогите мне, пожалуйста, пекаря найти». Мы искали, не смогли. А вот он. А кандидат сидит, говорит, а я хожу и ищу, и у меня этого совершенно не получается. И здесь встает вопрос, а как одни ищут кандидатов, а вторые ищут работодателя? То есть почему они, проходя параллельно друг мимо друга, до сих пор не встречаются? Не в тех местах и ищут. Кстати, за свои 13 лет опыта руководителя могу сказать, что год на год источник поиска кандидатов, они разные. Иногда бывает, большинство людей приходило после объявления в бегущую строку. То есть на будущий год мы давали точно такое же объявление, но приходили из группы ВКонтакте. Третий год это были люди, которые слышали объявления по радио. Год, который был кризисный, это, по-моему, седьмой-восьмой год. Тогда, конечно, практически полностью все вакансии были закрыты людьми, которые нам направлял Центр занятости. Слушайте, а какая сейчас ситуация? Вы в кандидатах, как говорится, как в Сару роетесь? Просто буквально вот не и нет идеи? Нет, такое было. Когда был кризисный год, было очень много людей, закрывалось много предприятий, и работала программа содействия персоналу тех предприятий, которые были на грани банкротства. И Центр занятости их устраивал именно на сезонные работы. Но это, как говорится, прямая дорога к нам. То есть пока предприятие опять не встанет на ноги, и сотрудники не вернутся на постоянную работу. По этой программе к нам люди приходили года три, некоторые из них так и остались работать дальше. То есть несмотря на то, что работа сезонная, люди возвращаются из года в год. Есть ребятишки, которые приходят там шестой год, седьмой год, возвращаются на те же самые сезонные работы. Были годы, когда было очень тяжело, и поиск кандидатов, то есть ни один из источников не давал должного количества людей. Очень с трудом набирали, пока не начинались летние каникулы, в массе своей не приходили студенты. Да, то есть май был очень такой тяжелый. Приходилось даже постоянным сотрудникам выходить, работать в поле, просто потому что не было людей. Не потому что мы их не брали или почему-то отказывали, их просто не было. Никто не приходил, никто не реагировал ни на объявления. Мы не понимали. Может быть, это был разгул, конечно, набор на вахты. Люди уезжали туда. С другой стороны, вот этот посыл в Красноярске, нет работы, вот с такой интонацией, это же постоянное дело. По крайней мере, в новостях работая, вот так кажется. Вот, например, мы кинули клич ВКонтакте, тут же нашелся человек. Человек, который отучился, которого не брали. Вы пекарь. Казалось бы, нам сейчас говорят, нужны люди, не юристы. Работающие руками. Расскажите, как ищите, чтобы у нас понимание сложилось. Ну, я вот отучился в пищевом техникуме и еще работаю, ну, вот по такому способу. То есть я ищу на сайтах, ну, различных работодателей вакансию. Нахожу по своей специальности. Звоню по номеру телефона. Мне работодатели говорят, там, приезжайте или приходите, ну, в зависимости от того, где находишься. Вот я прихожу туда, мне говорят, заполните анкету. Я заполняю анкету и все. На этом мне говорят, мы вам перезвоним, ждите. Все, как бы, я жду там в течение двух-трех дней, подожду. Если не перезванивают, как бы, я ищу там дальше, ищу. Может, что-то в анкете? Классика жанра. Не в анкете. Я сейчас так на позицию рекрутера попробую посмотреть, какими глазами. Чаще всего в компаниях, в которые вы обращаетесь, если я правильно поняла из резюме, это ритейдеры. В рамках которых есть пекарские отделы, наверное, так они правильно называются. Там есть пекари, которые пекут хлеб, и тут же они его продают. Ну, в Командоре или в Красном Яре, например. Например, да, чтобы было понятно. Чаще всего это люди, которые занимаются рекрутментом профессионально, и это их основная функция постоянно закрывать те позиции, которые есть. У них день расписан час к часу, минута к минуте. Есть время, отведенное на поиск кандидата, есть время, отведенное на собеседование. К сожалению, очень мало времени на выдачу обратной связи, как показывает практика. И плюс еще куча функционала, которого им добавляют. Когда к ним приходит человек ногами и говорит, я к вам на работу хочу, она, понимая, что у нее вот в интервале 30 минут друг за другом еще 5 человек ждут собеседования, не может себе позволить вам ответить. Для того, чтобы при этом сохранить имидж компании, в которой она работает, она говорит, заполните анкету, я вам потом перезвоню. Мы с вами поработали как-то, заполнили анкету. Да, и вот это я вам потом позвоню, к концу дня абсолютно забывается. А ему еще делать, извините? Я думаю, добавлять. Правильно Моника говорит о том, что год от года из ситуации в ситуацию меняются каналы поиска кандидатов. Мы меняем. Раньше мы объявления на столбах расклеивали, потом мы начали давать их в газеты, потом мы начали давать бегущую строку на телевидении. И вот эти вот витки в рекрутменте, они появляются, с каждым годом появляются новые инструменты. Слушайте, ну вот такой отсев кандидата, который мог бы себя хорошо зарекомендовать на уровне именно сотрудника кадровой службы, организации, это какой-то очень большой минус, мне кажется. То есть обещать перезвонить и не перезвонить. Это огромный минус. Это этика рекрутерская. Есть кодекс этики рекрутера, не поверите, аж в 92-м году его приняли, но очень мало кто про него знает. Выдача обратной связи к кандидату – это обязательный пункт этики рекрутера. Это можно сделать по-разному. Можно сказать, я вам перезвоню. И не перезвонить, не сдержав слово, а можно кандидату сказать, вот вам мой номер телефона, пожалуйста, наберите меня в пятницу. У меня очень высокий уровень загрузки. Вы мне позвоните, я вам обязательно скажу, какое решение мы приняли. Нет, я больше про конкретные случаи с поиском пекаря. То есть работодатель, владелец компании, он тратится на те же самые объявления, на содержание вот этого кадровика, на все способы коммуникации с потенциальными сотрудниками. Ну, я не знаю, если вакансия закрывается, не попробовав пекаря того же в работе, как можно отказать человеку просто на основании его резюме, на основании анкеты? Нельзя. У меня единственное предположение, что одновременно с Давидом пришло там несколько человек, у которых там какие-то международные награды, пекарские, международного хлеба. Да, но и то это не факт, что они были бы лучше. То есть не попробовав сотрудника, как можно отказывать. Стажировки сейчас очень хороший инструмент при подборе персонала на массовые позиции, либо когда их нужно в сезоны много, либо когда это позиция, которая постоянно есть в работе, потому что либо производство расширяется, либо отток очень большой, уровень текучести персонала высокий, тогда вывод их на стажировку, он классный. И это как раз один из инструментов, которые есть в рекрутинге. Я летаю 3-4 раза в год в Москву на те конференции, которые проходят в ВЧР области, и я понимаю, что те инструменты, которые есть там и которые сейчас используются, они до нас катятся несколько лет. Вы знаете, там есть звонок, кто-то дозвонился, мы даже не объявляли телефон, но слушатели наши и зрители знают. Здравствуйте, а кто на связи? Здравствуйте, это Ветров Георгий Николаевич. Говорите, пожалуйста. Я вот четвертый месяц ищу работу, да, и не могу найти. Я обошел весь КРАЗ, на КРАЗе, на КРАЗе был, везде был, в Сибирике был, там еще где-то был. Ну, оставьте резюме, мы придем, оставьте это, придем, мы вам позвоним. Мне никогда ничего не отвечают, да нигде. Я за 4 месяца прошел сотни организаций, сотни. Слушайте, а какая у вас специальность, сколько вам лет? Ну, говорят, что вот вставайте по трудоустройству, там будут вам платить. Надеюсь, что... Ну, а мне семью надо кормить. У меня 12-летний ребенок наш, его надо поднимать. Специальность, какая у вас специальность? Скажите, и сколько вам лет? Может быть, дело в возрасте, у нас сейчас... Ну, в возрасте, у нас сейчас везде берут до 35, мне 38 лет. И что я должен, это, всем 38 лет, ну что, значит, пошел дальше. Спасибо за звонок. То есть, все, 38, вы быстрее ищите работу, честно, снова, а то потом 38 и все. Ну, вот, может быть, сами с чем-то связываете? Почему вас все-таки не взяли? Если вот и работодатели, и эксперт говорят, что как бы должны были, пекари нужны всегда сейчас. Ну, мне всегда казалось, что напрямую это всегда как бы лучше, когда ты идешь напрямую, я с человеком общаюсь и говорю, что я хочу работать и... Ну, возьмите меня. Ну, прям постучаться и прийти вы имеете в виду, да? Прямо постучаться и прийти, да? Да, мне всегда казалось, что это самый лучший вариант, чем... Самый короткий. Ну, как будто... То есть, чем написать резюме, да, и ждать, то есть, может, оно где-то затирается, может, его не заметят, потому что поток большой, вот, и резюме очень много. Поэтому мне всегда казалось, что вот этот вариант, он самый надежный. И иногда мне казалось, может, там, я там по внешности, там, на меня посмотрят, да, и как-то вот из-за этого не хотят брать. Вот такое. Очень мало времени, как всегда, у нас на эфир, с гостями как раз говоришь, что так и все. Поэтому, уважаемые коллеги, как-то резюмирую, чтобы полезности было больше. Моника, вот от вас. Что вы скажете людям, которые говорят, да нет работы, или вот как-то попали в такую ситуацию, когда им говорят, перезвоним? Перезванивать самим. То есть, у меня тоже, мы несколько лет как изменили практику и выводим вот так же на стажировку всех, и отбираем потом уже из тех, кто вышел на стажировку, куда, кстати, доходят не все. Но раньше мы тоже брали резюме, да, каюсь, перезванивали не всем, а соберется там штук 200 их, человек 100 обзвоним, ну, когда надо, там, человек 50, да, обзвоним 100, из них там кто-то ответит, не ответит, все, а остальное ложится там в дальний ящик. Но были настойчивые люди, которые перезванивали сами, да. А они попали на работу, кстати? Ну, неделю назад, ну, знаете, да, то есть мы их приглашали, естественно. Они больше заявляли о себе. Я, наверное, два совета дам. Если говорить о кандидате, Давид, на сегодняшний день рекрутеры — это те люди, которые уходят все-таки жить в пространстве интернета. Поэтому нужно посмотреть те сайты, которые вы не задействовали на сегодняшний день, разместить на них резюме и делать так, чтобы оно постоянно обновлялось, было в топе, его бы видели. Первый момент. Если говорить о рекрутерах, опять же, вопрос этики, он самый болезненный на сегодняшний день. Ну, наверное, и в том числе, поэтому мы задумали HR-конференцию, которую уже многие знают на сегодняшний день. Она и для HR-специалистов, и для собственников бизнеса — это такая площадка, где одни могут услышать и понять других, и понять, а как в других-то компаниях работают вот такие кейсы. А где все-таки берут пекари те люди, которые приходят к нам, как к рекрутинговому агентству, с вопросом «помогите найти». Почему они не приходят? Конференция уже 27 апреля, поэтому, пожалуйста, смотрите, ищите. Информация в открытых источниках абсолютно доступна. Вам нужно просто быть чуть-чуть настойчивее, потому что вы выбрали действительно очень короткий, казалось бы, путь, но если посмотреть на этот момент глазами рекрутера, он, наверное, один из самых длинных будет. Знаете, ну и что? Я, видимо, должна задать ключевой вопрос этой передачи. Буквально полминута остается. Что, есть работа в Красноярске, скажите? Всегда есть работа в Красноярске. Всегда. Вопрос только в том, что нужно сверить ожидания, которые есть у кандидата с теми возможностями, которые предлагает работодатель. И это, наверное, и есть ключевая причина отказа, наиболее частая, когда желания одних не совпадают с возможностями других. Ну что ж, большое спасибо всем гостям. Вам удачи обязательно. Спасибо. Ну а телезрителям уважаемым, до свидания, увидимся, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok